И во время Великой Отечественной войны жил такой человек, очень известный сейчас человек, его имя Виктор, фамилия Франкл. Виктор Франкл. Он был евреем. И до момента, пока его со всей его семьей забрали в концентрационный лагерь, он работал психологом. И он был психологом в немецком университете, в немецком институте, практиковал в клинике. И в то время, когда фашисты арестовывали евреев и бросали их в концентрационный лагерь, он попал тоже вместе со своей семьей в лагерь. Его отселили в специальный барак. Выбрали наиболее крепких людей, мужчин, у которых была специальная работа. И что точно они делали? Они чистили крематорий от пепла. В крематориях сжигали других людей. И были люди, которые после того, как сжигают людей, чистили крематорий перед тем, как заведут новых. И Франков, он был такой, ну, как бы жесткий человек, он озлобился на немцев. Он волновался за свою жену, за своих детей. Ага, спасибо. Волновался за свою жену, за своих детей. И был один немец, ну, который, которому нравилось его злить. Он был там начальником местным, и они постоянно, он его гнобил, да? Как-то однажды он чистил крематорий. И пришел этот немец и сказал, что вот ты сейчас чистишь, а здесь пепел твоих родителей, их сегодня сожгли. И потом, через какое-то время, он точно так же чистил крематорий, и немец сказал ему, что сожгли его жену. И через некоторое время он сказал ему, что сожгли его детей. И каждый раз это было таким состоянием стресса для Франкла. И он вел себя неадекватно, он злился, бросался на немца. Его после этого избивали, раздевали до гола и бросали в карцер. И закрывали его в помещении, где не было света. И раз в два дня ему давали воду. И однажды он был в карцере, после того, как узнал, что сожгли его детей. И он бросился на немца, на это успел его ударить. И его посадили туда надолго. И он злился, когда был, ну, то есть он, у него была ярость. Но так как он был в изнеможении, то он стал вроде как терять сознание. То есть он то приходил в себя, то сознание исчезало. И когда исчезало, как ему казалось, сознание, он начал видеть видение. А видение было такое, что он профессор, что закончилась война, что он преподает в университете, что студентам нравится то, что он преподает, и что у него есть семья. И он приходил в себя, видение исчезало, а потом опять сламывалось, опять видение появлялось. Он видел его внутри себя стабильно. И когда его достали из карцера и привели в барак, он сказал своим друзьям, вы знаете, а все закончится хорошо. Он сказал, а закончится война, я буду профессором в университете. И друзья подумали, что он сошел с ума. Они сказали ему, Виктор, возьми себя в руки, мужайся, мы понимаем. Он сказал, нет, вы не понимаете, я буду профессором в университете. И потом их подозрения о том, что он сошел с ума усилились. Когда пришел немец на следующий день, он неожиданно посмотрел на него и сказал ему, знаешь, я понял, что ты хороший человек. Немец молчал, он говорит, слушай, ты же просто солдат. Ты делаешь не потому, что хочешь это делать, а потому, что тебе приказали. Ты же не такой. И на немца это начало произойти странное впечатление. Он как бы, люди, которые убивают других людей, они себя внутренне судят, да? И тут был человек, над которым он издевался, который перестал его судить. И Франкл говорил ему, что он, ну, неплохой, что его заставили. И немец изменился, он стал, ну, каким-то образом ему помогать. Он перестал там гонять его вместе со всеми на тяжелые работы, стал где-то там что-то давать ему, еду. И потом стали, уже наступали красные. И всех евреев убивали, просто зачищали полностью концлагерь, чтобы не было следов. И Франкла оставили в бараке. И немец прибежал еще с другим немцем и сказал ему лечь на пол. И Франкл знал, что они сейчас его застрелят. Но они не застрелили его, они завалили его нарами в бараке и ушли. И немцы ушли, пришли красные и достали его оттуда, он был жив. И что с ним произошло? Он стал преподавателем. Он стал преподавать в университете. И он стал очень известным человеком, потому что он изменил психологическую теорию. Он сказал точно такую вещь. Человек отличается от животного. Между раздражителем и реакцией есть выбор. Между раздражителем и реакцией есть выбор. Это очень важное понимание. Между раздражителем и реакцией есть выбор. И мы с вами сейчас это подробно разберем. У выбора есть четыре главные составляющие. Первая составляющая выбора – это самоанализ. Самоанализ или самосознание. Самоанализ или самосознание. Что это значит? Это значит, что каждый из нас имеет удивительную способность. В любой отдельный момент времени мы можем на себя посмотреть со стороны. То есть понять, как я себя веду, какое у меня поведение, насколько я благороден в данный момент, да? Насколько я импозантен, ну, как я себя проявляю, то есть смотреть на себя со стороны. Либо мы можем точно так же посмотреть на себя со стороны в тот момент, когда мы раздражаемся, можем себе это заметить, да? Можем себе это заметить. И как проявляется эта способность в жизни человека? Вот представьте, вы сейчас сидите, да, прошел перерыв, попили чай, так всегда бывает. Было легкое возбуждение, теперь вы немного устали уже так. Мне даже во время перерыва говорили, а давайте потанцуем. Кто говорил? Была девушка такая прекрасная, я не запомнил имени. Говорила, а давайте будем петь и танцевать. Она сказала и ушла, да? Но все равно мы станцуем обязательно, да? Ну, например, вы немного утомились, вот так сидите, тут забегает какой-то человек, что-то мне шепчет на ухо. Я говорю, да, да, хорошо, спасибо, да, ладно. Потом он выходит и я говорю вам, вы извините, я хочу вас предупредить вот о чем. Знаете, я тут приехал в Хабаровск и местное телевидение, оно об этом узнало. И тут есть люди, которые когда-то были на моих семинарах из новостей. И они вот решили взять и показать интервью, ну, как бы со мной снять, и показать, что я вообще приехал в Хабаровск проводить занятия. У меня к вам просьба вот такая. Вы ведите себя так же, как вели. Сейчас сюда зайдут люди с камеры, будут потихонечку ходить, снимать, вы не обращаете на них никакого внимания. А вы уже сидели такие, да? Ну и вопрос, ну, как вы будете себя вести, да? Вы, конечно же, подтянетесь, да? Сделайте умные выражения на лицо. Будете там тщательнее записывать, да? И, возможно, даже кто-то, несмотря на то, что вроде как телевидения нет, слегка передаст привет маме, да? Для вечерних новостей, специально из Хабаровска, да? Что это означает? Что вы можете самостоятельно смотреть на себя со стороны, да? Замечать, как вы себя ведете и добровольно влиять на свое поведение. Правда ведь? Самосоздание дает возможность не только оценить себя, но каким-то образом повлиять на свое поведение. Это первая, да? Составляющая выбора. Вторая составляющая выбора. Воображение. Воображение. В чем важность этой составляющей? Важность этой составляющей состоит вот в чем. Что в начале все рождается в воображении. Деньги это следствие идей, никак не их начало. Вначале модель, потом наполнение этой модели. Визуализация это путь к достижению цели. У тебя должен быть план. Воображение тебе дает возможность составлять план. План это то, чего еще пока нет. Но то, что вероятно достигнет, то, что вероятно произойдет, если ты над этим поработаешь. Воображение дает возможность визуализировать. Это очень сильный инструмент. Для того, чтобы достичь, надо, чтобы желание стало жгучим. У меня есть формула. Жгучее желание притягивает обстоятельства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...